Ивановские спортсмены впервые прошли отбор на чемпионаты первенства мира по кио-кушинкай-карате, который пройдет на Японии в предстоящие выходные. Город-невест на родине восточных единоборств представят две спортсменки – Полина Кузнецова и Анна Аксель. Путевку на этот турнир они зарабатывали на протяжении нескольких лет. Каждая победа на всероссийских или международных турнирах добавлялась к личному рейтингу. По сути, эти спортсменки на сегодняшний день – самые сильные представительницы полноконтактного карате Ивановской области. Аня – кандидат мастера спорта, одна из первых спортсменок Ивановской ассоциации кио-кушинкай, заслужившая это звание. В комитете мы не просто деремся, мы доказываем, кто из нас есть кто. Показываем также вот эту технику, всю красоту боя, не просто драку. Девочка готовая, стремительная, она рвется, пытается в ней воинского духа, хоть отбавляй. Полина в своем юном возрасте уже стала единственной двукратной призеркой Европы в регионе. Впереди самый серьезный турнир в ее жизни. Волнение скрыть сложно. Я занимаюсь карате уже пять лет. Тренировки у меня идут каждый день, особенно когда я готовлюсь к Кубку мира в Японии. Это моя мечта. Но и другие страны выставят лучших из лучших. Так что простых поединков и легких побед ожидать не приходится. Рейтинг данных соревнований, которые будут проходить, он очень просто высокий. Его рейтинг зашкаливает. К этому турниру готовятся во всем мире ребята. Там участвуют, можно сказать, практически все страны мира. В том году было 1500 участников отобранных. В этом году уже 1700. И сказать будет легко. Наверное, лучше сказать честно, будет очень тяжело. Наша задача, так как мы вообще первый раз выступаем на первенстве мира. И вообще ребят из Ивановской области на таком очень серьезном турнире. Ну, наша задача вообще войти бы в восьмерку. Уж про призы я, конечно, не говорю. Про медали. Девчонки к трудностям готовы и не намерены сдаваться без боя. Подготовка к мировому турниру сейчас как репетиция. Тренировка не только физических качеств, но и нервов. Мне помогает, наверное, больше всего эта цель впереди, чтобы выйти хотя бы в восьмерку, чтобы о нас узнали, чтобы за меня тренер порадовался. Загадывать тренер и его талантливые воспитанницы не хотят. Все-таки многое на соревнованиях такого уровня зависит и от судейства, и от удачи. Но ивановские спортсменки обещают сделать все, что от них зависит для победы. Выложиться по полной и достойно представить Россию и Иваново на мировом уровне. Наталья Гутарина, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.